Я знаю все эти уловки Когда вам для меня мои удаляки Я знаю все эти улыбки По тени и взгляды Вот же до нас приедет И привел их на Майдан И вот они ходят и с тортом И скупают цукерок И всем раздают, и всех приглашают Так происходит? Прекрасно Честно скажу, что наш народ Вертует кращого життя Вертует кращого майбутня Кращой влады Мы сегодня тут В Киеве И очень приятно Наши девчата Киевляночки нас застряли А вы святки? Мы сами из Львова Всех вам желаем Гарного настроя Всех благ Тобто давайте дружно Приъединяемся До хорошей думки Что за нами майбутнє За нами кращая держава Краще Краще Дякую вам всім Я хочу поздоровити всіх Андріїв З Днем Ангела Ангела всім вам Вони всі герої Вже герої Ми дуже ним обожаємось Зі святом вас вітаю Дякую вам всім Дякую В честь нашої перемоги В честь нашої перемоги Ми просто не можемо По нашим Ми мусимо перемогти В честь всіх Прекрас людей В країнах Вколо нас В мене просто Переповнює Повчуття Мені хочеть всіх просто обняти Я взагалі Щаслива людина Що я тут Що ми всі разом тут Що може добавлять Все супер Дякую Так І так торт Давай оператор Більше всіх Який ти любиш торт? Дякую вам Перемоги Дякую вам Дякую вам Так давай Включайте камеру І цей торт треба їсти без бітелки Прямо як получше Чим більше виместишся Чим більше виместишся Там є Там є Вилки Любовь дєтства Дівчина зробила нам все Та нас знайшла Пригріла Та ми перший раз тут побачили Пригріла Обігріла Що ми знали У нас чия свято Майданович Кирчата Юлі Шайнія твоя пистальня Висколи пистальня Я Стрелял Так метко Попадаю В цель В главный твой секрет Сорах Тысяч вольт Между нами Это Электрический талон Когда я доставал Злой Супер Кольц Ты Пускала Сок Любовь Баг 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 バイ Баг Баг Если вы, знаете, кого-то задушите, або дайте я ту падлюку сам задушу, да, або там хочется раздавить, я говорю, хлопцы, спокойно, у нас мирная акция, мы должны расхитывать владу, и в этом у нас, мы посмехаемся, ходим, смотрим на место. Просто, вот, много людей меня познают, и, конечно, вот, они хотят поспілкуваться со мной, поэтому я сейчас даже в сейсбуке пишу, что люди, приезжайте на Майдан, потому что это наиболее место для встречи, тут много известных людей, и особенно в ночи, вы представляете, люди приезжали из многих поточков Украины, они видят какую-то известную людину, сфотографироваться, эта людина что-то им расскажет. С другой стороны, я хочу закликать митцов, известных людей Украины, приезжать на Майдан, чтобы тоже встретиться, потому что это живое общение, вы знаете, не нужно там собирать, много сил витрачать на то, чтобы собрать таку, ну, вдячную публику, а тут она всегда есть, вот, и это очень поддерживает, знаете, так. Я тут много людей встретил, там, с кем сфотографировался, с мной фотографируются, не, ну, я, например, там, очень часто с кричками, да, там, с тем же Олегом Тягнебоком, с Яценюком, тобто, хорошие люди, знаете, там много в интернете пишут про нашу опозицию, про наши лидеры, они хорошие хлопцы, нужно довериться, но главные лидеры – это мы, это народ, и мы – сила, да, то, что мы их делегируем, и сейчас не нужно говорить, там, кто будет следующим президентом, кто будет, яка будет Верховная Рада, сейчас нам главное – изменить эту владу, а дальше мы построим совсем другую страну. И вот только что я на сцене выступал и говорил, что вот французы мне сказали, украинцы, вы даже не понимаете, какой у вас есть жизнь. Сейчас шанс построить новую страну, новую страну, враховать, знаете, тот опыт всех стран, сломать старое и построить такой взирец. И мы можем, украинцы, потому что это действительно центр Европы. Сейчас, как должна жить, страна показывает Майдан, с финансами, например, за каждую копеечку вычитывается. Самоорганизованность, как люди тут самоорганизовываются, лидеры, а какая разница, кто лидер, я еще раз повторю, народ лидер, как в многих странах мира люди даже не знают, кто в них президент. Главное, чтобы электричка приходила вчасно, чтобы сниг прибирали, вы видите, как тут сниг прибирают, как тут порядок, и что там сейчас в Маринском парке, да, творится, далее, как тут служба безопасности, ну, например, охрана, если будет не безопасность, люди из всего Украины съедутся, как должна работать армия, да, а какая ежа тут вкусная, то что от души, потому что это вольные, вольные люди готовят, как для себя. Ну и далее, бачите, Майдан не существует за счет малого и среднего бизнеса. Украина просто богатющая страна, богатющая. Дайте людям возможность працювать, и мы будем наибольшую страну у света. И украинцы будут наибольшими людьми у света. И украинцы же не так много хотят, они хотят у своей родной страны жить в мир, счастье и добробуте. Чего я всеми желаю. У меня уже вопрос о работе. Я знаю, что сейчас уже не рабочий час, выходные начали. А как влинули эти действия на туристический побит? Вы знаете, мы отменили чартер на Израиль. Но это первый был чартер. Мы не очень там шкодуем. От некоторых туров там некоторые люди отмолились, которые тут стоят на Майдане. Но они думают, что до Нового года что-то решится. И некоторые люди сказали, мы до поездки стоим тут, а потом поедем на тиждень, если нужно, мы снова будем стоять. Но я хочу сказать сейчас, кому заважает Майдан, которые не могут сходить на елку с детьми, приходите до нас, мы вас отправим в Финляндию, подаруем свято на Новый год и все, даже снижками, если вам заважает Майдан. Я, например, отменив все свои поездки. И я сказал, мы думали с детьми куда-то поездить. Я сказал, нет. Мы Новый год встречаем тут на Майдане. И поэтому всех друзей тоже запрошу и на Новый год, и сейчас приезжайте сюда, потому что это сейчас наиболее, 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 наиболее место в Украине, в Европе и, наверное, в мире. Потому что, сколько я сейчас там, ну, я таки прогулянки делаю, экскурсии там для друзей. Сегодня из Москвы были люди просто в шоке. Кажут, какие вы все-таки молодцы украинцы. А работа, ничего. Что здесь сейчас там где-то втратили, ничего страшного. От, если наша революция гидности програет, а этого не будет, то, конечно, это будет занепад. Все. Будет туризм, будет плохо, и с работой плохо. Кто-то уйдет в эммиграцию, внешнюю или внутреннюю, правда, за кричиняться. А если мы переможем, а мы переможем, будет новое поднесение, люди будут працювать, больше заработать и будут больше подороживать. И уже есть велика перемога Майдану, что сейчас Евросоюз уже думает, чтобы нам отменили визы. Правда? Взагалі, за планами, это должно было остаться где-то в 16-17 годах. А если это станет ближайшим временем, то это велика перемога Майдану. И сейчас, я сам буквально на днях повернулся из Ниццы, и когда я проходил паспортный контроль, я ишел не там, где все страны. Я ишел там, где Евросоюз. И они говорят, а, украинцы, конечно, вы европейцы, ласкаво просим. И много друзей, которые едут, они почитали. И они, даже если аэропорты уже не предупредят, что украинцы на ЕЮ, там, где Европейский Союз, то все едут. И все эти наметники, все, а вы, украинцы, ну давайте, мы с вами, мы вас поддержимаем. Россияни тоже, я так познайомился за кордоном, и говорит, Игорь, только до конца, до перемоги, потому что будет то, что в России. То есть, что я сценик сказал, 100 тысяч репрессивных, понимаете? Кажется, что если что-то сломают, все тогда. Ну, а я вижу этих людей, знаете, я каждого вечера приходу, и я заряжаюсь энергией. Да, мало сплю, там, десь на работу приходишь, такий трошки сонный, думаешь, так, сегодня не пойду відпочивати. Ні, швиденько, по вечерям, то что дома вечерям, тут нехай для приезжих, да, хотя тут дуже смачно. И на Майдане, и там багато друзей уже, классная тут атмосфера, просто шикарно. Ну, и вы молодцы, хочу сказать, спільно ТВ, мы с вами на Михайловске спільно были, и только десь там, з'явлюсь я на спільно ТВ, и зараз люди телефонуют, друзей, молодцы, то что вас показывают, вы классно освещают, потому что много на Сходе, и в других странах они не имеют возможности правдиво дивиться ситуацию. Так что, спільно, до перемоги. Дякую. Запальне слово. Ми його маємо. Зараз прошу до слова нашого ідейника, нашого побратима опозиційного Тараса Стецького. Шановний Майдан! Громадяни України, що стоять тут і на десятках Майданів по більшій частині нашої держави, 23-й день продовжується наш активний протест і наша боротьба. 23-й день цією своєю дією ми даємо надію мільйонам українців, що можливо вибороти собі краще і справедливе життя. Кожен день і кожен вечер мільйони людей включають телевізор, п'ятий канал, з тривогою і надією, чи Майдан є. І коли Майдан є, це з кожним днем вселяє впевненість і силу, що наша українська справа переможе. Сьогодні ми чули про круглий стіл. Його нібито скликав Янукович. Цей круглий стіл насправді є обман. Він нам нічого не сказав. Він сказав, що треба працювати. Він не відповів на жодну вимогу опозиції.